Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online.gdz.net номер 852.vg. Вычислить. В этом примере дроби 1,4 и 3,4 можно записать в виде десятичных дробей. Запишем. 12,8 умножить 1,4 это 0,25. Разделить. 3,4 это 0,75 минус 0,125. А теперь сделаем по действиям. Равно. Первое действие. 0,75 отнять 0,125. Уравниваем число знаков после запятой и вычитаем. Получаем 0,625. Теперь второе действие. 12,8 умножить на 0,25. Умножаем, не обращая внимания на запятые. В результате надо отделить 3 знака запятой. Отделяем. 3,2. И теперь 3,2 надо разделить на 0,625. Переносим запятую на 1 знак. Переносим запятую на 3 знака. Потому что в делителе 0,625, 3 знака после запятой. Поэтому будем делить. 3,220 на 625. Мы получим 5,12. Запишем ГМ. Равно. 1,1718 в десятичную дробь нельзя превратить. Умножить. 1,4 в десятичную дробь превратить можно. Это 0,25. Значит будет 3,25. Минус 2,95. Делаем теперь по действиям. Первое действие. 3,25. Отнять 2,95. Получаем 0,3. Второе действие. 1,1718 умножить на 0,3. Десятичную дробь записываем в виде обыкновенной. И умножаем по правилам умножения обыкновенных дробей. 1,1718 это 35,18 в виде неправильной дроби. Умножить на 0,3. Можно сократить. 35,10 на 5. Числители 7. Знаменатели 2. 3,18 на 3. Числители 1. Знаменатели 6. То есть получаем 7,12. И теперь третье действие. 7,12 надо разделить на 3,5. Будем работать с обыкновенными дробями. 7,12 разделить на 3,5. По правилам деления обыкновенных дробей деления заменяем умножением. И переворачиваем вторую дробь. 7,12. 3,5 это 35,10. Значит, в числителе будет 10. Переворачиваем вторую дробь. В знаменателе 35. Равно. Можно сократить. 7,35. В числителе 1. В знаменателе 5. 10 и 12 на 2. В числителе 5. В знаменателе 6. Можно сократить 5 и 5. Остается 1,6. Записываем ответ. 1,6. Мы сделали номер 852. ВГ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. Спасибо. Спасибо.